Сад, письмы на ночь, мой ласкавый пяшчотный звер, у гору и вниз червоная шапочка. Назвы картин эстонских мастаков, які представлены на выставе Международная лаборатория мастатства, сдаются простыми, а лишь гэта только на перший погляд. Коли спынится, коли любой хотя бы на хвилину и углядеться у яе, разумеешь, что сэн с аутаром закладен и глубокий. И по таких работах личане засумовали, як засумовали и по работах замежных мастаков. На протягу 2020 года у историко-мастатского музея выставы проводились постоянно, але международный проект у сувези за пиццитуацией по коронавирусе был только один. У Новом Годе музей плануя реализовать некольки таких. Международная лаборатория мастатства – перш из их. Мы отслеживали путешествия этой выставки по другим городам, и мы видели, какая популярность у посетителей этих выставок. Мы очень надеемся, что и наши горожане оценят этот выставочный проект, и в ближайший выходной день можно провести в нашем зале и полюбоваться этими интересными работами очень для вдумчивого посетителя. Международная лаборатория мастатства, якую подтримливое посольство Эстонии у Беларуси, подорожничая по нашей краине пять годов. Сёли Талида стала другим городом, где она экспонуется. Таких выставок вообще у нас почти целый год не было. Это теперь вторая выставка. Мы пару недель назад были в Могилёве, но выставка была меньше. Сейчас гораздо больше, но больше работ, например, и Вивен Ор. И это художники, которых объединяет лаборатория искусства. Это такая вот группировка художников, куда входят разные художники, разными возрастами, национальностями и тоже стилей. Например, Вивен Ор, который за моей спиной, очень известный график Эстонии. Потом Пират Бергман, и Алексей Корнилов тоже, и Юрий Мильдеберг. Это очень известные художники Эстонии. Вот эта группировка была создана в 2016 году. И мне было очень приятно помогать для устройства вот этой выставки. Мы работали тесно с музеями истории искусства. И я очень благодарна работникам музея, директору музея и тоже координатору этой выставки, которые действительно профессионалы своего дела. У Белой зале Лицкого историко-мостатского музея 27 картин четырех вядомых эстонских мостаков. Яны створаны в разных техниках и стилях. Есть написанная акварелью и гуашу, есть смешанная друкованная графика коллажей инсталляции. У посетителей есть возможность увидеть современные возможности книжной графики. Одна из художниц оформила на сегодняшний день 24 детских книги. Представляете, как много. Это настоящая фабрика. Еще один из художников, чьи работы представлены здесь, очень интересные визуальные практики используют. Его работы – это настоящие коллажи, огромные, интересные, которые можно расценивать как декоративные ковры. Эти работы можно расценивать. Это очень интересно, необычно. Это современные тенденции, которые могут увидеть жители нашего города, благодаря усилиям, которые были потрачены на организацию этого проекта, в первую очередь, это посольство Республики Эстония в нашей стране. На открытие выставы Международная лаборатория мастатства собралась некольки десятков человек. Их это были у основным люди мастатства. Мясовые мастаки и выкладчики в учни Лицкой детячей мастатской школы мастатства. Пришли и представники райвы Конкама. До речи, выстава у Лидии организована при его подтримце. Вы всегда можете общаться во всем направлениях, в том числе на направлениях искусств и творчества. Где б не выставлялась Международная лаборатория мастатства, означая координатор выставы Людмила Новаковская, усюди мая поспех. Беларусам цикава мастатства эстонских мастаков. Не сомневается она и тем, что у Личаных картины будут запотребованными. Не стоит посидеть, хотя бы потому, что эстонские художники не так часто и не в таком объеме представлены в Беларуси. А искусство прибалтийских художников, оно всегда отличалось оригинальностью, самобытностью, в некотором роде декоративностью. И здесь представлены действительно замечательные художники, заслуженные деятели культуры. И, конечно же, имеет смысл посидеть в этой выставке всем, кто интересуется искусством. Выставу Международная лаборатория мастатства Личаней гостей города смогут наведовать на протягу лютого. И поверьте, те, кто в этот час зазернеу Белую залу историко-мастатского музея, забудут про все свои проблемы. А это и есть великая сила мастатства – дарить людям становочие эмоции и робить их счастливыми. А еще мастатство умеет объедновать. И эта выстава – тому лепший доказ. Малявали эстонцы, а сенс их картин зразумели представникам и инших краин.